Сегодня в Государственной Думе очередной правительственный час. Для встречи с депутатами приходит заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец. Соответственно, разговор пойдет по широкому кругу социальных проблем. Одно из последних публичных выступлений Ольги Голодец было ее выступление в январе на Гайдаровском форуме. Делая это свое выступление, она признала несколько вещей. Во-первых, признала тот факт, что уровень доходов населения страны в последние годы снижается. Признала тот факт, что полтора миллиона человек вынуждены жить и зарабатывать за границей. Признала то, что почти 5 миллионов граждан нашей страны вынуждены довольствоваться заработной платой на уровне МРОД. На уровне минимального размера оплаты труда, который, я извиняюсь, составляет 7,5 тысяч рублей. Фракция КПРФ всегда говорила о том, что и ныне установленный МРОД, и ныне установленный прожиточный минимум, который лишь на 2 тысячи больше, это даже не уровень бедности, это уровень нищеты в нашей стране. Мы говорим о том, что оба показателя нужно как минимум в ближайшее время увеличить в полтора раза, а в дальнейшем в два раза. Кроме этого, не может быть минимальный размер оплаты труда ниже прожиточного минимума. Это тоже наша принципиальная позиция. Правда, правительственные чиновники в последнее время говорят о необходимости приравнять два показателя, но только те действия, которые они предпринимают, указывают на то, что они не столько заработную плату собираются повышать, сколько, начиная с декабря месяца, взяли курс на снижение установленного прожиточного минимума. Мы не можем согласиться с такой позицией, не можем согласиться с таким подходом. Мы не случайно голосовали против принятого на этот год бюджета и бюджета на трехлетку. Нас не устраивает то, что этот бюджет не является бюджетом развития и не решает никаких социальных проблем. Особенно возмущает то, что за ближайшие три года на четверть должны уменьшиться расходы на сферу здравоохранения. Мы не можем согласиться с теми предложениями, которые в последнее время исходят из уст правительственных чиновников. Это и предложение о том, что необходимо ввести налог на безработных. Это и предложение о том, что необходимо забирать квартиры с долги, даже если это единственное жилье. Это предложение о том, что необходимо повысить пенсионный возраст. Мы категорически не согласны с такими подходами. Предложения КПРФ известны. Мы уверены, что доходную часть российского бюджета можно увеличить с 13 трлн рублей до минимума 20. Это позволило бы решить многие проблемы. Продолжение следует...